Привет, зритель! Сейчас будут мои парфюмы на октябрь. У нас сентябрь выдался тёплым, по большей части, и октябрь грозится быть тоже тёплым, поэтому весенние такие ароматы в октябре. И я, наверное, так и не осилию записать этот ролик парфюма, который я хочу закончить за год, потому что у меня их получается заканчивать как-то постепенно, практически в каждом уходе или парфюме на месяц. Сирень, моноаромат, не знаю, фирму какая-то русская дарили уже вот в таком виде, но он был полноценный, но вот сколько от него осталось. Он что-то долго-долго стоял и периодически пользовался в основе в этом году. Конкретная такая сирень. А дальше пойдёт и фраше. Четыре всего аромата. Как бы, может, и больше бы было, но я что-то тнулась рукой, вот то, что рядом стояло, на меня смотрела и говорила, хочу, хочу, чтобы ты меня обозрела, использовала в октябре. Я их достала. Таких хотящих было только два, потому что один аромат переходит с сентября. Так, роза. Утро в саду и фраше снята. Серия у них такая была. Моноаромат роза. Тут, по-моему, у меня три моноаромата получаются. Такая конкретная роза. Вот, допустим, вы там с чёрным чаем розу завариваете, вот такой же аромат. Бывает пуэр с розой, вот такой же аромат. Вот именно та самая роза. Я даже уже не открываю, я просто помню, как они пахнут. Тоже утро в саду, цветок вишни и фраше, тоже снятость. И он похож, вот у меня немножко такая линейка была. У меня был ещё цветок апельсина, я, по-моему, его все повторяла, и этот, и этот, и роза тоже. Но цветок апельсина сняли с производства. Я не успела его купить. И теперь он снятый. Я не знаю, есть у них что-нибудь такое аналогичное, как цветок апельсина, утро в саду или нет. И как-то, в общем, как-то не сложилось. И у меня из этой линейки, ну, я чисто для себя делала линейку. Вот цветок апельсина, цветок вишни и нейроли. Нейроли тоже снятость, секрет да санс, тоже и хорошее. Вот нейроли у меня ещё практически полный флакончик, 50 мл, ну, там чуть меньше. Цветок апельсина закончился, и вот цветок вишни. Я сейчас только вспомнила, что можно было бы и нейроли взять. Но что-то вот как-то мне хотелось таких тоненьких более ароматов, поэтому на октябрь у меня будет цветок вишни. Он немножко горчит такой свеженький, вкусненький, сладенький. И сладенький, и свеженький, и вкусненький. Я даже сейчас на себя прыснусь как раз вот перед садом. Благо у нас в саду нет, улей с пчёлами, и меня никто не покусает за то, что я прыскалась. Ну, как бы к пчёлам, если вы идёте, то лучше, чтобы от вас хващий, ничем не пахло, в том числе и дезидорантом. Иначе будет вам привет из попок пчёлок. Жалами, 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 жалами. Короче, и вот то, что у меня... Один у меня из кеньской воды флакончик попал в пустые баночки, но так как там полтора землекопа, то это будет в обзоре октября. Они у меня с августа так идут, всё. Копятся никак не накопятся. А это у нас чайное дерево, зелёное дерево, кеньская вода, эфраше. Это очень уже снятость. Это ещё в 2011 году они как бы были, появлялись, пропадали, появлялись, пропадали. Иногда что-то на сайте эфраше, вот месяца два назад к ним как-то случайно зашла. У них что-то проглядывается, но я не уверена, есть ли он ещё в продаже. У меня такое ощущение, что у меня тут три снятости. Завидуйте те, у кого этого нету, ибо закончилось, ибо хотели, но вот не успели. Нет, на самом деле, не надо зависть, она это такая плохая штука. Короче, я думаю, что есть похожие аналоги. Вот на него похож немножко, ну, более нежненький такой, более тонкий. Элизабет Арнен, чайное дерево. Потом, по-моему, у Сальвадора Дали тоже есть какое-то чайное дерево. Вот они все друг с другом перекликаются. Это очень классно. Я обычно его летом использую на себя со всех сторон, с ног до головы. Я опрыскиваю себя, когда очень жарко, допустим, или просто жарко, вообще кайф. Но тут внезапно он у меня и в сентябре пошёл, и в октябре, видимо, пойдёт. Сейчас уже прескать на себя не буду, потому что на меня цветок вишни. Но вот такие у меня четыре аромата на октябрь. Если кто-то из вас пользуется такими лёгкими ароматами внезапно, осенью, когда обычно осенью как бы холодно, голодно и всё такое вот. У нас такая красивая осень, за окном, за балконом, смотрю, там жёлтые листочки и всё такое. Вообще ништяк. Красивая осень. Короче, если кто-то из вас красивая осенью пользуется весенними ароматами или летними ароматами, дайте знать комменты. Прикольно же почитать, что кто-то пользуется тем же, что и я, или подобным. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока.